Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Судя по поведению фондовых рынков на завершении недели в пятницу и открытии азиатских торгов в понедельник, глава ФРС США вернул инвесторам позитивные настроения. По крайней мере, хронологически ситуация выглядит именно такой. В среду и четверг рынки слушали и переваривали то, о чем говорил Джером Пауэлл в Конгрессе, а в пятницу началось ралли покупок. И ралли, судя по росту индексов, продолжается и на сегодняшних торгах. Перейдем к подробностям. Надолго ли инвесторы отказались от медвежьих ставок или это всего лишь всплеск настроений, который скоро сойдет на нет? Ведь главные страхи рынка, грядущее повышение базовых ставок и угроза рецессии никуда не ушли. Хотя понятно, что июльский подъем базовой ставки на 75 базовых пунктов и тем более на 50 трейдеры уже учли в ценах активов. Теперь остается дело за малым определиться с пиками инфляции в Соединенных Штатах. Напомним, что июньский индекс потребительских цен в США с пугающей легкостью перешагнул через прогноз 8,3%. И вдобавок к тому, что данные сами по себе оказались критически высокими, на уровне 8,6% они принесли и другую очень неприятную новость. Пик инфляции в США еще не пройден. А такая надежда была после предыдущего перехода от мартовских 8,5% к апрельским 8,3%. Однако, следующий индекс потребительских цен выйдет только 13 июня, поэтому пока можно побыть оптимистами. Тем более, что котировки на нефть снизились, а ведь именно рост цен на сырье – один из главных доноров глобальной инфляции. Понятно, что возвращение риска на фондовые рынки снизило поток покупателей доллара. Американец также лишился сильной поддержки Treasuries. Пока инвесторы оценивают перспективы повышения процентных ставок в Соединенных Штатах и вероятность рецессии, доходность казначейских облигаций США остается низкой. На самых низких уровнях недели оставался и Greenback, продвигаясь по индексу USDX в область минимума 17 июня на уровне 103,83. В понедельник индекс доллара, который измеряет курс валюты по отношению к 6 конкурентам, изменился мало и торговался на уровне 103,90. Как мы видим на графике, главное валютоубежище тестирует уровень 104,00 и консолидируется в азиатскую сессию в границах внутридневного диапазона между отметками 103,79-104,12 с заявкой на дальнейшее снижение. О неопределенности в отношении экономики беспокоятся и в Японии, однако беспокоятся очень своеобразно. Третья по величине экономика мира продолжает намеренно и целенаправленно ослаблять свою национальную валюту, сохраняя предельно мягкую монетарную политику. Причем согласно опубликованному сегодня резюме мнений на июньском заседании Банка Японии по денежно-кредитной политике, такая тенденция будет сохраняться и дальше. Конечно, регулятор обеспокоен резкими движениями курса иены и внимательно следит за ним и выражает беспокойство. Однако финансовая система Японии, как гласит резюме, в целом остается стабильной. Подтверждают это и данные индекса потребительских цен. В мае его показатель на уровне 2,5% повторил в данный апреле, а апрельский индекс потребительских цен стал максимальным за 7,5 лет и превысил отметку в 2% впервые с сентября 2008 года. Аналитики также полагают, что рост цен на топливо и продукты питания, вызванные кризисом по линии Украины-Россия, продолжит удерживать инфляцию в Японии на высоких значениях – основную часть 2022 года. На фоне недавнего заявления японского центробанка, которое включало редкую ссылку на валютный рынок и необходимость учитывать его влияние на экономическую активность и цены в Японии, можно судить, насколько денежные власти страны стремятся избежать беспорядочных движений по иене. А на фоне разницы в доходности гособлигаций США и Японии и регуляторы, и аналитики прогнозируют, что в перспективе пара доллар США и иена останется на повышенном уровне. Однако пока доллар консолидируется, иена тоже начинает пользоваться спросом, что мы и наблюдаем на сегодняшних торгах в Азии. Курс пары проходит нисходящую коррекцию и на момент подготовки данных к этому видео уже достиг отметки 135.05. Однако общее настроение на укрепление иены в границах внутридневного диапазона 134.52-135.27 уже меняется на противоположное в пользу доллара США. И для пары австралийского доллара к американцу ситуация складывается подобным образом. Правда скромная слабость доллара США выглядит очень временной. И пока инвесторы размышляют о том, достигли акции дна или переживают всего лишь медвежий рост, ОЗИ имеет слабые шансы на укрепление. Тем более, что цены на сырье тоже падают, а Китай по-прежнему не восстановился от последствий коронавируса. Однако сегодня австралийская валюта несколько укрепилась, продвигаясь в ценовом диапазоне 0,6908-0,6950. На момент подготовки материала к этому видео курс австралийской валюты к американцу подошел уже к отметке 0,6935. Скорее всего, мы наблюдаем сейчас восходящую коррекцию, так как пара торгуется ниже исторического уровня сопротивления на 0,7000, который, напомним, уже неоднократно раньше отбивал цену вниз. Теперь все внимание инвесторов смещается на статистику по Соединенным Штатам. Данные по заказам на товары длительного пользования за май месяц, рынок жилья и производственный опрос отделения Федрезерва в Далласе за инь-юнь, а высокая волатильность на рынках, как прогнозируют эксперты, сохранится и дальше. Поэтому трейдерам важно всегда быть в курсе. Все самые актуальные новости и аналитику вы сможете узнать из наших видеообзоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова